Спонсор выпуска магазин Драмов Спирит. Товары для коллекционеров и дегустаторов. Сайт shop.dramovspirit.ru. Профессиональные дегустации в домашних условиях. Привет, привет, всем привет. Угадайте, где я? Хотя, что тут гадать? Смотрите, какой человек рядом со мной. Прекрасный, замечательный. Какой диван под нами, диван под нами. Да, да, сколько лет я мечтал оказаться на этом знаменитом диване, ай-яй-яй. Короче, это Женя Трубецкой, канал Женя пьёт. Я у него в гостях. Специально приехал, чтобы снять этот выпуск. Этот выпуск про отливанты с отливантами. И чтобы не забыть, сразу давай расскажем всем, что есть такой канал в телеграме, который называется Отливантерс Женя пьёт. Правильно? Да, есть ещё канал, который называется Распилы. Есть канал Распилы. Обе ссылки на эти каналы будут вот здесь в описании. И ещё будет канал у меня там моя маленькая группа. Короче говоря, пишите мне в личку. Опять же, контакты здесь в комментариях. Все ссылки на Распильные группы я вам дам. Короче говоря, есть такая история, которая называется Отливантерс. Для тех, кто не в курсе. Ребята, энтузиасты, такие как Женя, берут какую-нибудь дорогую. Ну и как Лёша, конечно. Ну, что там, да. Собственно, учил меня. Берут какую-нибудь бутылку виски там коньяка или рома и делят её на несколько частей, так называемые Отливанты. По 50 и по 100 миллилитров. Иногда и по 30 бывает. Да, да. Когда это прям какой-то супер эксклюзив. Там, Брора, там, Порт Элен. Да. Такие дела. Вот. И все желающие, кто хочет поучаствовать в этом Распиле, да, разделить эту бутылку между всеми, пишут в этой группе. В группе появляется объявление. Вы это объявление увидели. Написали Жене там, написали мне. И хочу вот этот вот сэмпл. 50, там, 100, 150. И, пожалуйста, вы записаны. И потом этот сэмпл поедет к вам. Так вот, что мы хотим сказать. Этот выпуск мы будем снимать на тему слепой дегустации, которую Женя уже запустил и несколько выпусков, по-моему, ты, Женя, делал. С Илюхой, кто смотрел, вообще просто бомбические, бомбические выпуски. Именно с Илюхой. Именно с Илюхой. Посмотрите, там они, кстати, и в том числе дегустировали эти. Найди бленд среди сингл молта. Короче, в чем суть? Надо же объяснить людям. Сейчас Женя приготовил свои отливанты. У него очень много осталось отливантов. Давай вот так вот в кадр вот так покажу. Вот это вот. Главное, чтобы не повываливалось сейчас вот это вот, вот это. Тридцать четыре, значит, различных бутылочки, которые у нас, ну, вот такими вот, значит, номерами про каждый из этих бутылочек обозначены. Но помимо бутылочек с номерами, есть несколько бутылочек, которые привез Дистилеша, на которых нет номеров. Но фишка в том, что у нас вот, как можно видеть на бокалах, значит, здесь вот красные резиночки, здесь у нас желтые, да, здесь у нас фиолетовые, здесь у нас голубые. Женя, несмотря на то, что видит плохо, но цвета различает. Значит, то есть, все-таки не слишком много это метанола, да, принимал я, получается, получается, по юности. Вот. И у Леши есть также вот по такой резиночке, он будет надевать ее на бутылку. Леша будет надевать на бутылку, не глядя, на бутылочку, да, и будет складывать эти бутылочки, где у нас? В отдельную коробочку. В отдельную коробочку, да. Вот. И, соответственно, то есть, в конце, в конце мы будем подводить итоги, то есть, мы будем, и я, и Алексей, никто из нас не будет знать, что у нас разлито по четырем бокалам, то есть, мы будем рассказывать вам мнение об этих напитках, понятия не имею, что у нас там, но вы, конечно же, будете это знать, потому что каждый из бутылок будет появляться на экране. Выгоняем Женю, я сейчас это все разолью, получается, ни Женя не будет знать, ты вот это не сказал, да, ни я не буду знать, мы это будем обсуждать. Все, давай, ухожу. Уходи отсюда. Я думаю, все будет по красоте. Так, начнем с красным. Слушай, так, а что, как ты расставил? А, получается, вот они два красных, да? Да. Так, давай, значит, у меня красный, давай желтый. 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 Ты как-то правильно они должны быть, да, оставаться в таком виде? Да, 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 да. Это фиолетовый? Да. Фиолетовый. И, кстати, линия, линия, да. И голубой, да? Наливая я понял, что фенольника здесь нет, к сожалению. Да? Серьезно? Желтый прям отпадный. Давай в цветах говорить, чтобы было ярче людям. В цветах, да? Значит, у тебя сейчас какой? Ой, вот этот желтый и фиолетовый прям самый топовый. Давай с первого тогда начнем. Давай. Давай с красного, да? С красного, да. Значит, красный цвет у нас. Я считаю, что первый, ну, изначально он выглядит таким под закрытым, я бы сказал. Ты имеешь в виду красный? Красный, да. В нем знаешь, что есть? В нем трава. Травянистость, да. Трава такая, ну, такая, знаешь, вот как будто вот листья с початков кукурузы или что-то такое вот сочная такая вот именно сочная трава. Пока она сочная, у меня она такая перепрелая уже. Это аромат летний. Скорее всего, спейсайт, это легкий спирт. Леш, смотри, про первый скажу, что пока нравится. Вот нравится. Аромат, да, классный. Он такой... О, ситро, кстати, сливочки появились. Да, 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 да. Ничего так. Слушай, я даже не удивлюсь, что это какой-нибудь и Лоуленд, может быть. Вдруг это Акинтошн 12. Желтый пробуем или это же? Да, давай желтый. Так, желтый. Я так просто параллельно. Желтый, правильно? Желтый. Очень похоже, кстати, на... Слушай, ну от желтого, от желтого, кстати, от желтого вот прям четко такое желтое яблоко. Желтое такое, знаешь, такое вот мягкое, мягкое яблоко. Слушай, я вот на желтом просто влюбляюсь в виски во второй раз. Желтые фрукты, да, может быть, даже не только яблоко, даже, наверное, и тропические фрукты в чем-то. Немножко тропиков, да, есть. Да, я не удивлюсь, что это какой-то возрастной вискарик. То есть, может быть, 18 лет. Так, что у нас по желтому? Ну, давай по желтому, да, пока? Ну, это точно возрастной релиз. Здесь никакого спирта. Здесь очень вкусные фрукты, желтые. Да, яблочко. Яблочко даже меньше, мне кажется, тропиков больше. Тропики, да, 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 да. И мне кажется, что здесь хереса нет. Опять же, не хочу тебя уговаривать. Да, то есть, смотри, то есть, ощущение, что это какой-то такой вот очень интересный бурбонник. Вот это действительно на херес не похоже. Если по-первыхому еще можно подумать, что там что-то хересное, то этот прям нежность-нежность. Прям такая нежность. Давай дадим ему еще постоять. Обалденно, слушай. И двинемся чуть дальше. Ладно, у меня уже этот, значит, фиолетовый, который по цвету, он такой более насыщенный у нас, да? То есть, дегустация у нас хоть и слепая, но все-таки цвет-то мы видим, да? Цвет явно, да, мне кажется, есть хересный состав. Ну, либо карамель Е157. А он и чувствуется здесь. Блин, не знаю, хочется сказать, что это Драдоа. Это хересник. Ой, слушай, он такой прям винный такой вот он. Блин, ну тут утверждать точно, что это Драдоа, конечно, по аромату нельзя, надо будет пробовать. Ты уже к этому, к бирюзовому переключился, да? Ну я так себе, ну ладно, обнулиться немного. Ну давай, бирюзовый. Давай бирюзовый. Слушай, смотри. Это прям, не знаю. Этот отличается. Этот отличается, и в нем, знаешь что, в нем немножко как будто какая-то легкая аммиачность, короче. То есть, вот что-то такое, как я люблю говорить, немного с саниной повеяло, знаешь. Этот виски, я бы сказал, погрубее. Да. Ну, чем первые два экземпляра точно. Я оценки пока по аромату не ставлю, потому что я их планирую видоизменять. С какого начнем, давай решим пробовать. Ну давай, наверное, с первого. С первого начнем. И он, кстати, наверное, самый действительно простой здесь. Думаешь, да? Ну-ка, сейчас. Ну, по крайней, не то, что простой, понятный. Или это может быть киллкэрон еще. Какой? Вот этот вот фиолетовый. Третий? Да. А ты так бегаешь по релизам. Я просто могу их отличать, когда я все время их чередую. Понимаешь, когда я все время вешу с бокалом, я начинаю реально зависать. Ну да, в этом есть смысл, в этом есть смысл. Значит, ты там за подписчиков хотел выпить, если я не ошибаюсь. Да, да. Давай выпьем за подписчиков канала Женя Пьет и за подписчиков канала Дистилеша. А главное, за тех подписчиков, которые подписаны на тот и на другой канал. Как тебе такое? Вот, да, отлично. Вот за этих ребятушки давайте. Только за вас. Если вы не подписались, вы сейчас можете подписаться, пока мы не выпили. Вот давайте, вот они прямо сейчас подписываются. На оба канала. Все, успели. Вот сейчас мы за вас выпьем. Кнопочку нажали, да? Ваше здоровье. Давай, ты первый. Слушай, ну он очень кремовый, как по мне. Да. Вроде это 40 градусный. Да, да, да. У меня тоже ощущение, что это 40 градусов. Мне он показался кисло-соленым в первую очередь. А во вторую очередь уже сладким и фруктовым. Однозначно, да. Фруктовый. Цитрусы. Ириски. Цитрусы, да. Цитрусы точно. Блин, вот ты знаешь, ну, хороший, но пока по ощущениям, что это какой-то вот, ну, прям такой, базовый виски. Вот что-то базовое такое. Ну, он с указанием возраста. Мне кажется, с указанием. Я не знаю. Двенашка. Я тоже не знаю. Я вот сейчас уже подумал о том, что здесь может быть и больше 40 градусов. 46. 46. Хрен его знает. Ну, я оставлю 40, вот как я написал изначально, я оставлю 40 градусов. Это не кинтошин. Это не какой-нибудь, то есть это не слабый виски. Вот, ладно. Мне теперь интересно, к какому мы перейдем следующим. Потому что второму, мне кажется, все-таки, ну, вот давай мы его сейчас, значит, прослушаем его. Как ты говоришь, черт не вери. Как он интересно сгладился, так он, 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 он как будто, знаешь, он как будто, он как будто цельнее стал, что ли, вот. Ну, давай его попробуем. Я тоже не любитель, там, на телеколочения. Желтенький, да, желтенький? Да, давай желтенький. Желтенький, значит, за, да давайте вот за предстоящее лето, ребят, приезжайте в Астрахань. К Жене. Ну, очень вкусно, это тоже сказать как-то, наверное, неуважительно к этому напитку. Да почему же не важно? Это очень интересно, сложно, глубоко. Смотри, когда, то есть, смотри, с одной стороны, вот этот вот фруктовый такой тропический, да, шлейф. Да. Вместе с тем, как будто под всем этим, какой-то, какая-то шоколадно-ореховая паста, как будто где-то там, прямо для сладкоежек. Вот этот виски, вот этот вот, 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 желтый, да, если вы сладкоежка, как я, например, да, то есть, прямо, прямо оно для вас. А что если, правда, глинфидик? Ну, это вполне может быть, вполне может быть, что-то возрастное. Причём это, тут есть купаж хересных бочек, мне кажется, каких-то рефильных, может быть. Вот ты говоришь, бурбонник, ну, ну, может быть, может быть. Ну, на глинфидик похож, кстати. Похож по профилю на выдержанный возрастной глинфидик. Ну, смотри, немного специй тоже присутствует. Да, специи жгут, жгут. И цедра лимона та же самая есть, но они радикально, в этом смысле, отличаются. Красный проще. Здесь тропические фрукты, они, как бы, охолдовывают, что ли. Ну, они больше вот на себя перетягивают внимание. Говорят, ребята, этот виски круче. Давай, твоё решение, вот, значит, смотри, либо номер три, либо номер четыре. Что выберешь ты в следующем? Давай номер три, потому что мы уже идём так по порядку. Кстати, мы про крепость не сказали. Я считаю, что здесь тоже, ну, сорок, ну, сорок три больше. Да, да, сорок, сорок три. Сорок, сорок три. И ты прав, либо это глинфидик, ну, кстати, скорее всего, глинфидик. Либо, ну, что-то из такой вот серии возрастной и бурбоновой больше. Ну, то есть, спейсайдовщиной, да, так скажем, веет? Попахивает, да, спейсайдовщиной. Может быть, глинливит 21 какой-нибудь. Кстати, что интересно, во всех четырёх бокалах вообще нет никакой браги, никакого дюшеса, вот этой фишняги вообще нет. Ну, единственное, смотри, вот, четвёртый, знаешь, какой он? Он лохламондообразный, я бы так сказал. Вот, ну, то есть, вот этот наш бирюзовый вариант. Нет, здесь, кстати, есть сернистость, и, значит, это корня, которую используют змеевики. А что, у лохламондо сернистости вот этой нет, про которую ты говоришь, да? Нет, нет, у него там в основном дюшесовая тема. Я когда нюхаю вот этот вот сиреневый, у меня улыбка сразу на лице. Сиреневый? Давай к нему, да. Ну, это, блин, ядрадуа. Слушай, подожди, знаешь, чё? Дрожжики такие, прям, хересочек. А вот у меня сейчас появилось предположение, что это может быть. И это совсем не ядраду. Ну-ка, а что это? Немецкий слирс. А, да, слирс. А ты пробуем? Он, кстати, похож на ядраду. Пробуем? Давай, знаешь, за что? За процветания. Вот может быть, если у тебя есть тот слирс, это может быть он. Ну, слушай, ну здесь я ощущаю достаточно хороший продукт, но по вкусу... По вкусу есть такая вот кустарность какая-то, что обычно чувствуется в подобных таких вот евровиски, не в Шотландии. Ты знаешь, что хочу сказать? А вот послевкусие-то мне здесь нравится. Оно, знаешь, оно такое нежно-кремово-пироженное какое-то такое. Ну, то есть приятное. А я смыл его, надо сейчас еще раз. Давай. Я думаю, что это какой-то херес. Здесь есть херес, и это, наверное, лороса, скорее всего, потому что оно послевкусие довольно сухое. Или это что-то винное, винный финиш, может быть. Но это очень классные виски, однозначно. Нет, тут у меня оценка будет хорошая. Хорошую оценку можно поставить. Лучше, чем у первого. Лучше, чем у первого. Спирты такие тяжеленькие, да? Я думаю, это не слирс. Ну, если это слирс, то, блин, то слирс прям вообще боги просто. Ну, я думаю, это не он. Кстати, вот до меня дошло послевкусие. Слива. Такая красная слива. Третий образец. Это хороший? Это хорошие виски. Крепость, если и большая, то не больше 46. Блин, угадать что-то сложно. Конечно, здесь очень похожие профили во всех четырех. Хотя бы где-то была бы там, не знаю, брага какая-нибудь. Или где-то был бы дым. Хоть как-то можно было рассуждать. Это довольно сложно. То есть, ты недоволен, да, что нам попались, в общем-то, пока хорошие виски, да? Ну, получается так. Третий огонь вообще. А ты уже второй, да? Ты опять ко второму перешел? А ну-ка, давай-ка я тоже после третьего второй попробую сейчас вот так вот. Не, ну это прям интеллигент. Фруктики. Это прям вот, знаешь, шикарные. Ставлю 88 баллов. То есть, если вот этот более, скажем так, вот этот третий, который фиолетовый, он цепляет своей такой, я бы сказал, эмоциональностью, да? То есть, третьим, он, знаешь, он как итальянец такой, да? А вот второй, он такой вот крутой англичанин, который вот англичанин, но не понтярщик, а вот именно такой с каким-то охрененным шармом своим вот он цепляет. Давай бирюзовый хлопнем. Это четвертый, да? Да. Так, значит, номер четыре, это у нас бирюза, бирюза, бирюзовый цвет. Давай выпьем за твоего, ну, любимого оператора, Максима. Уважаю этого человека. Макс? Хотел бы вас познакомить с ним и познакомлю, наверное, в выпуске вот как раз уже у Жени. Это, Макс, твое здоровье. Ух, как громко. Не знаю, да я даже не могу сказать, на какую винокурню это может быть похоже. Теперь кажется, что вот это что-то не шотландское. Это точно шотландское. Достаточно грубый виски, но ни разу не плохой. Вот он какой-то такой простак. Он хорош, он хорош, он добротен. Крепость, кстати, 40 градусов. Вот здесь прям, вот здесь есть ощущение, что прям точно не крепче. Вот прям вот 40 и все. У меня как будто бы здесь есть сернистость, такое ощущение. Есть, есть, да. Сернистость и какие-то кислые ягоды. Кислотность, да. Кислость какой-то, да. Не браги, а вот чего-то, да, такого кисленькое что-то. И третий, и четвертый интересные такие ребята. Ну, третий, он вообще, он раскрылся и в ароматике, и во вкусе. Он прям молодец, он прям силен. Четвертый в ароматике и во вкусе вызывает вопросы определенные, да, какие-то сомнения. Но в послевкусии все хорошо. Длинная, специи, послевкусия. И есть в нем что-то хорошее, что-то вот это такой, знаешь, это как дерзкий парень, который вот он такой вот, вот как я, короче. Вот это вот как я. Вот четвертый как я. То есть такой с кучей колкостей, но тебя к нему почему-то все равно тянет. Что-то такое вот. Понятно. Ну, четвертый неплохой, я ему сейчас выставлю определенные оценки. Вот, надо выставить. Я ничего не могу написать, что в аромате, знаешь, что во вкусе, не мог я до сих пор не могу. Я бы не сказал, что он забористый. Ничего, пьется отлично. Крепость 40 где-то, наверное. Но он другой. Может быть попроще. Есть какая-то ириска. Нет, бирюзовый сегодня номер 4, однозначно. Я так думаю, что... Я думаю, давай подведем уже некое резюме. Леш, давай начнешь ты, потому что все-таки моих образцов в коробке было 29, а твоих только... Тогда я про все рассказывал. 5. Давай. Красный. Это, скорее всего, это может быть и Spayside, может быть и Highland, может быть что-то такое. Аберфелди, Елен Морей, Арон, Феттеркерн. Такие у меня мысли. Может быть и нет, конечно же. Оценка 84. Неплохо, неплохо. Вообще все виски неплохие. Мне очень понравился и даже красный. Ну, не то, что даже. Ну, дальше-то, ребята, посерьезнее. Давай. Дальше. Желтый. Желтый это самый серьезный товарищ. 88 баллов для меня. Самый серьезный. Версии. Это возрастной виски, это Spayside, это Bourbon. Это 43-46 градусов. Аберфелди, Балвени, Бен Ромах, Гленфидик. Ну, есть версия, что это выдержанный Гленфидик хороший. Третий образец у нас фиолетовый. Оценка 85. То есть, наверное, Женя со мной не согласится. Я считаю, что это Эдрадо. И четвертый, бирюзовый. Это не сказать, что Spayside, но это, наверное, купаж бочек Бурбон и Хелес. Крепость коммерческая однозначно очень водянист. 40%. Что-то типа, не знаю, Роял, Лох Лагар, Томатин, Нефересный, Стратайло. Оценка 82. 82. Итого, у меня первое место это номер желтый. Второе место фиолетовый. Третье место красный. Четвертое место бирюзовый. Ну, я сразу скажу, что у меня расстановка мест в итоге получилась такая же. Но у меня расстановка оценок очень сильно отличается. Не, не очень сильно. Очень сильно отличается только по, собственно, нашему фиолетовому. Да. Но расстановка такая же. Значит, по каждому, по красному. Это, как по мне, это какая-то очень хорошая база. Ну, в целом, у меня этот виски получил 83 и 1 десятую балла. Номер 2. Это реально отличные виски, хотя это отлично, наверное, с минусом. То есть, ну, я просто предполагаю, что есть бурбонники и круче. Я предполагаю, что это бурбонник, но кто знает. Значит, сразу оценка у меня 88 и 4. У меня есть предположение, что это, возможно, возрастной Гленфидик. Но это может быть и не Гленфидик. Это может быть очень много чего. Номер 3. 88 баллов для меня это. Это явно какой-то хересник. Какой-то хороший хересник. Это может быть Глен Аллахи. И номер 4, да? Я предположил, что это Глен Ротос. И этот виски у меня получил 82,8 балла. Места у нас первое место единогласно. Желтый. Желтый. Второе место единогласно. Фиолетовый. Фиолетовый. Третий. Единогласно красный. Красный, да. И четвертый единогласно бирюзовый. Ты называешь мне номера, и сейчас мы с Лешей будем угадывать вдвоем. Номера. И это классно. 126, 14, 76, 46. Ух, как интересно все складывается. И что, ты сейчас по памяти все знаешь? Здесь есть клайм лишь. Леш, смотри, я думаю, что тебе сейчас нужно выписать себе на листочек. Я тебе перечислю 4 виски в произвольном порядке. 4 винокорни. 4, ну, я тебе назову конкретные релизы. А, даже релизы? Конкретные релизы, да. Давай так, ну, чтобы я знаю конкретные релизы, и ты знаешь. Но я не знаю, где что, и ты не знаешь, где что. Но у меня есть ощущение, что два из них я уже точно угадал. Ага. Значит, смотри. Поли. Значит, смотри. Бен Риях. 12 лет. Бен Риях, черт побери. 12 лет. Новый релиз, вот этот в белой бутылочке, который 3 каск мэчурит. Ага. Ну, трехкасковый. А-а-а. Далее. Клайна лишь 14. Разлив 2021 года. Бен Риях, кстати, тоже Разлив, по-моему, 2021 года. Ну, неплохо у них получилось, значит. Далее. Гленфидик 26. Ну, господи, понятно. Гленфидик 26. Так. Разлив. Влечит барабан. Ага. Я не помню, какой там год. Ну, короче, Гленфидик 26. Гленротас. Робуррезерв. Пишем предположение, где что. Я даже не знаю этот релиз, никогда не пробовал. Скорее всего, вот это Гленрофис. Фиолетовый. Ёпа-расоте. Так, друг мой, ладно, ну, давай называй. Значит, красный. Красный. Клайн лишь. Желтый Гленфидик. Фиолетовый Гленрофис. И бирюзовый Бенриах 12. Да, он такой невнятный, разношерстный. Я написал, что первый, это Бенриах 12. Так. Что, ну, то есть, красный, это Бенриах 12. Что желтый, это Гленфидик 26. Что фиолетовый, это Клайн лишь 14. Ничего себе. А бирюзовый, это Гленрофис. Гленрофис Робуррезерв. А теперь ты, собственно, называешь номера. Красный, это номер 46. И дистилеша у нас красавчик, потому что это у нас Клайн лишь 14. Так, дальше. Дальше. Желтый. Желтый. Желтый номер 126. Гленфидик 26. Фиолетовый номер 76. 76, это Бенриах 12 лет. Ничего себе. Ну и, собственно говоря, 14 бирюзовый, получается, у нас Робуррезерв. Самый слабенький, Гленрофис. Смотри, я сегодня угадал номер 2 и номер 4, а ты угадал номер 1. Номер 1, номер 2. А вот 3 и 4 ты перепутал. Коллега, очень рад, что так посидели. Замечательно вообще. Прекрасно посидели. Да, прекрасно посидели, но, к сожалению, не все мы можем определять. Кстати, что знаково, у меня Гленфидик налит как раз в бокале Гленфидик. Ребят, не пейте. А если пьете, то пейте только правильными глотками и только правильные дистилляты. Пока.